А сейчас об этих и других событиях более подробно. Видеокамеры помогли магнитогорским полицейским раскрыть кражу и поймать вора. Задержан 50-летний житель города, который украл с пляжа водно-гребной базы чужие вещи. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Кража произошла на территории лодочной станции, где занимаются спортсмены-гребцы. Поскольку лодки для академической гребли оборудованы специальными спортивными ботинками, прежде чем в них сесть, юные спортсмены должны снять ту обувь, в которой они пришли. Пострадавший 15-летний Вадим Лень вспоминает, в тот день именно так и поступил. Перед выходом на воду снял кроссовки и оставил их на пирсе. Да, я всегда так делал. Кроссовки не сильно дорогие, обычные беговые найки. Купили года два назад, поэтому ничего такого. А ты удивился, что они кому-то понадобились? Конечно, удивился. За два года никому не были интересны тут 20 все. Когда Вадим увидел, что кроссовки пропали, он сообщил об этом маме. Она тут же позвонила в полицию. Ее представители, в свою очередь, связались с охраной парка Лукоморья, где расположена водно-гребная база. Благодаря слаженным действиям по камерам видеонаблюдения, установленным по всей территории парка, похититель кроссовок был обнаружен уже через полчаса. Мы, отреагировав, начали поиски, патрулирование по данному парку Лукоморья и по описаниям задержали. Далеко не успел уйти, он гулял также по парку, зону отдыха Лукоморья. Удивился, когда вы к нему подошли? Он хотел скрыться. Мы его догнали, задержали, начали допрашивать, увидели данную кроссовку в него в руках. Подозреваемым в совершении кражи оказался 50-летний магнитогорец. На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по статье 158. На данный момент ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Кроссовки были возвращены законному владельцу. Конечно, очень сильно рад. Не ожидал, что вообще так быстро вернуть кроссовки. С приходом летнего сезона хочется обратиться к жителям нашего города и напомнить, что, конечно, если у вас есть какие-то ценные вещи, не оставляйте их без присмотра. А если вдруг оставляете, то, конечно, доверяйте тем людям, с которыми вы в хороших отношениях, чтобы они могли присмотреть. Я думаю, что, наверное, не стоит брать с собой дорогостоящие телефоны. Можно на время, так скажем, получения солнечных вам обойтись и без дорогостоящих гаджетов. Поэтому, конечно, самое главное – это бдительность. Татьяна Артеменко, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН.